К моменту о том, что Россия недоговороспособная власть и так далее, это тоже из прошлой программы, аэропорт Джулианы, только один аэропорт Джулианы, не супер загруженный аэропорт Киева, будет верять 7,5 миллионов гривен в месяц, только по уменьшению техобслуживания российских самолетов. Это Нитейр, это Трансайру, которые садятся. Какие наши достижения? Ну посмотрим, да, долговая яма Украины. Итак, это график чего? Это график государственного долга, внешне государственные гарантированные государственным долгом Украины в миллиардах долларов, в миллиардах долларов. Это же, кажется, 90% достиг в Европе. Да. Кстати, смотрите, коллеги, это вот одна из версий, почему рушить кучму начали шатать, и Украину без кучму, и кучу мухать, да, придумали. Смотрите на график. Человек приближался к минимизации государственного долга. Да, начал приближаться. То есть, к чему? К независимости. Да, да. То есть, к финансовой, экономической независимости. А по мнению господ из других крупных стран, Украина не обязательно должна быть независимой. Точнее, наоборот, зависимой. Да, приючен. Пожалуйста, вот, и понеслась. Тут некая такая стабилизация с Януковичем, вот, 24-25 миллиардов долларов. О, простите, это в долларах, да? В долларах, долларах, да? Кучма закончил 8, да, 8,2. Да. Ющенко закончил 18. Шестой и седьмой год, сразу 14. Сразу 14, да. Девятый, 18,5. 24,9, десятый год. Да, начал расти господ. Вот, и вот вам видна, тут можно вот так вот нарисовать еще рост преступности и смертности. И будет украинский крест. Да. Это к слову о том, что... Так вот, получается, что вот на этом графике очень хорошо виден график развития Украины за 23 года. По поводу госдолга, оказывается, по крайней мере, вот я так понял, со слов нашего коллеги Александра Охрименко, что нету такие соглашения, хотя я ценю говорит, что достигнуто соглашение с комитетом кредиторов. Но комитет самого подписанного соглашения этого нету документа, а наоборот, речь идет о еще какой-то встрече, консультациях. Россия сказала, что будут требовать 3 миллиарда через суд, через судебные процедуры, прописанные при предоставлении ресурсов финансовых. Украина грозится тоже, говорят, у Яценюк мы готовы к суду. То есть ситуация, я так думаю, что вот именно с частью которой комитет кредиторов пока не ясна. А ситуация с Россией забавна тем, что Россия подает иск, она может его выиграть, но ответные иски со стороны Украины в связи с ситуацией территориальной, да, Донбасс, Крым и так далее. Поэтому такой, не знаю как, тупиковая ситуация, возможно, и будет. Не получилось договориться, да. Получается, я еще раз взглянул на график. Смотрите, Кучма это единственный президент, единственный, который уменьшил госдолг. Да. Смотрите, 8,8 был госдолг в 99 году, миллиарда долларов. Потом 8,1, то есть сколько, 700 миллионов долларов, минус. И потом 8, 8 миллиардов, да. Единственный президент, который показал позитивную динамику, то есть отдавание долга. Все остальное набирались, набирались кредитов, набирались кредитов, набирались, набирались. И сегодня, 31 марта, 15 года, меньше года назад, меньше года назад, долг на каждого гражданина Украины был 35 600 гривен. Сегодня 76, стоп, секундочку, не сегодня, это 31 марта. А то тут ошибочка какая-то. За месяц, что ли? 14-й, 14-й. А, вы там получили кредитовая в простом. А, да, да, да. Ну да, получили, и уже стало 76 тысяч гривен на одного работающего, конечно, не на Украине. Ну, многие люди и за 10 лет таких сумм не зарабатывают.